Всем привет! Настало время заказывать кухонный гарнитур. Объездили мы 3-4 фирмы. Но самая путевая фирма, которая нам понравилась, это фирма МДС. Мебель для своих. У других фирм не было то нужного цвета, то нужных фасадов, тех, которые мы хотели. А в этой фирме все наши пожелания учли и предложили при этом самую дешевую цену. У других фирм, допустим, была цена 200 тысяч плюс. У этой фирмы мы взяли гарнитур за 175 тысяч. Юридическое название фирмы Феникс СК. Поэтому смело обращайтесь в эту фирму. Цены у них адекватные, а материалы качественные. И плюс все пожелания ваши будут исполнены. Ну а дальше будет обзор нашего кухонного гарнитура. Закончили нам установку кухонного гарнитура. Вот он наш окончательный, почти окончательный вид. Цвет у нас типа молочного. Сочетается с полом прям вообще хорошо. Также у нас тут врезные ручки такие вот идут. Естественно, все с доводчиками. Но эта фирма не Блюм, а другая. А может и Блюм просто более дешевый вариант. Не помню. Но все с доводчиками, так что... И здесь у нас с подварочной поверхностью посудомойка спряталась. Фасады, которые у нас светлые, это из пластика, скажем так. Наплавленный пластик, что ли, называется как-то. А в середине которой внутренние фасады, это у нас эмаль. Матовая. Ну, также здесь у нас вытяжка встроенная. Ее даже и не видно. На фасадах внутренних ручек нету. Здесь у нас просто паз сделан для руки. И они открываются. И верхние ящики тоже на защелках, на таких вот. Что нам теперь осталось? Поставить духовой шкаф, микроволновку, холодильник. И также закончить потолочный плинтус. Сверху специально у нас сделали они такую планку, чтобы нам закрепить и сделать окончательный вид плинтуса. Так, продолжаем заниматься ремонтом. Кухонную гарнитуру нам установили. И сделали вырезы под мойку и под варочную. И теперь я занимаюсь установкой мойки. Ну, а затем будем устанавливать варочную. Так как вырез у нас уже сделан, то мы выставляем мойку, скажем так, по размерам 90 градусов, естественно, чтобы у нас и расстояние от права, бортика все было ровненько. И по контуру наклеиваем малярный скотч. Чтобы у нас герметик не размазался по столешнице. Потому что сейчас мы будем наносить герметик на внутреннюю часть мойки и прижимать ее. И потом аккуратненько снимать герметик. А малярная лента нам поможет не испачкать столешницу. Так, ну вот, малярный скотч мы наклеили. Он заодно нам показывает, как должна быть установлена уже мойка. Вот, прямо по этому контуру мы ее сейчас будем и ставить. Но перед этим доставим мойку и промазываем на столешнице весь торец герметиком, чтобы защитить его от влаги. В общем, вот так на торец наносим герметик и размазываем его. Тем самым мы защитим столешницу от влаги. Ну, я просто беру пленочку, одеваю на пальцы и размазываю. И также сразу на мойку установили смеситель, чтобы потом не лезть, потому что будет неудобно. Сифон не ставили еще, так как здесь хват удобный. Можно брать и устанавливать мойку в отверстие. Дальше обезжирили мойку и столешницу и нанесли на мойку герметик. Тут специально есть кантик, куда наносится герметик. Ну и все. Сейчас будем устанавливаться. Мойку поставили. Герметик у нас повыдавливался. Это очень хорошо. Значит, весь бортик у нас полностью в слое герметики. И вода уже не проникнет туда. Теперь берем мыльный раствор. Брызгаем на бортик мойки и столешницы. И аккуратненько с помощью шпателя снимаем герметик. Так, ну вот, от герметика очистили. И теперь убираем малярную ленту. У нас получился такое вот красивое примыкание. Спасибо. 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 Спасибо.